Сопровождение отката транзакций. Я уже рисовал, и картинки были на слайдах, которые говорили о том, что когда какой-то пользователь пытается что-то изменить в таблицах, то старый образ сбрасывается в файлы пространства отката, и там хранится. И те пользователи, которые хотят прочитать информацию, которая в данный момент изменяется, они переключаются временно на это пространство отката. Здесь речь и о том, какие существуют технологии сопровождения отката транзакций. То есть управление анду пространством. Описание применения информации отката. Реализация автоматического управления информацией отката. Конфигурирование сегментов отката. Ну и получение информации о сегментах отката. То, что сейчас попробуем разобрать. Два метода управления информацией, как всегда, автоматические и ручные. Вообще говоря, в основном автоматические используются, ручные сейчас крайне редко используются. И здесь, по-моему, занятие будет только автоматические, про ручные говорится не будет. А, ну да, в этом уроке рассматривается автоматическое управление информацией для отката. Ну, только оно практически используется сейчас. Термин анду, откат, заменяет известный по предыдущим версиям термин роллбек. Но я говорил, что анду пространства появились впервые в девятой версии, а до этого момента используются специальные сегменты табличного пространства систем. То есть, если нет анду пространства, то можно в системе выделить соответствующие роллбек-сегменты. Ну, вот видите, термин роллбек раньше применялся. Ну, вот еще раз картинка, которую я рисовал. Вот табличка. Вот какой-то пользователь пытается что-то изменить. Здесь он что-то такое меняет. Появляется новый образ, новые данные появляются. А старый образ перебрасывается в анду-сегмент. Вот сюда. Табличное пространство в анду. Он там все время находится? Пока не запомнился тот сегмент? Нет. Не так, нет. Значит, на время изменения, на время изменения, вот здесь идет блокировка. Это блокируется, вот этот кусочек. Здесь только один пользователь может изменить. После того, как здесь изменения закончились, вот этот пользователь, который смотрит вот сюда, тоже завершил свой просмотр, он переключается вот сюда на новый образ. Нет, это понятно. Вот тот самый образ, вот в анду-сегменте, он будет... Нет, там есть специальный параметр, называется анду-ретеншн. анду-ретеншн. Сколько времени хранить? Старый образ в этом анду-сегменте. Анду-ретеншн. Если у нас длинные транзакции, ну, длинные очень запросы, то анду-ретеншн делается большим. Чтобы... Ну, если у вас запрос очень сложный, да, но требуется полчаса там на выполнение запроса, ему нужно старый образ все время иметь. Но я устанавливаю анду-ретеншн, там на полчаса, допустим, максимум. А если у меня маленькие транзакции, то можно и поменьше сделать. То есть, если анду-ретеншн большое, это приводит к тому, что анду-сегмент, анду-пространство будет большое. Хранить надо много информации, да? Поэтому тут надо баланс какой-то сохранять. Ну, вот для отката транзакций, мы с вами говорили, служат вот эти сегменты. Для восстановления транзакций. Ну, и для обеспечения целостности чтения. Ну, вот целостность чтения, да? Ну, это опять же то же самое, в общем-то. Вот новый образ. Теперь select звездочка from table делается. И вот этот select звездочка from table производится вот отсюда. Вот отсюда. Вот из этого старого образа. Тем самым обеспечивается целостность чтения. То есть у пользователя нет перед глазами какой-то мельчишащей информации. Он видит какое-то старое зафиксированное значение базы данных. Ну, вот виды анду-сегментов, да? Какие они бывают. Есть систем анду-сегмент. То есть, еще раз, вот на эту картинку, если смотреть, это анду-пространство. Это файл или набор файлов. И вот этот набор файлов делится на сегменты. Сегменты бывают систем-сегменты. Используются для объектов табличного пространства систем. Ну и потом не систем, да? Они для объектов других табличных пространств. Для объектов обычных табличных пространств. Значит, если мы используем автоматический режим управления транзакциями, то обязательно требуется табличное пространство типа анду. Когда мы говорим про ручной режим управления, то есть два вида сегментов. Приватные и публичные. Private и Public они. Если приватные, они присваиваются одним экземпляром. Ну, как бы одной из ГА области. А публичные, с ними могут работать несколько экземпляров одновременно. Из нескольких из ГА областей. Ну и отдельно отложенные. Вот есть отдельно отложенные сегменты. Они используются, когда табличное пространство переводится в режим оффлайн. В режим оффлайн. Там временно хранится. Мы перевели табличное пространство в оффлайн, а там хранится еще информация. Некоторое время там хранится информация для выполнения транзакций. Ну, теперь вот общие концепции автоматического управления. Для управления используется табличное пространство в анду. Это обязательно. И вот я говорил когда-то, но еще раз. В каждый момент времени имеется одно табличное пространство в анду. Одно. Активное табличное пространство в анду. Одно. В принципе, в базе может быть несколько табличных пространств в анду, но в каждый момент времени работает активно только одно табличное пространство. Значит, для автоматического управления опять и не toro файл, да? Опять залезаем в файл иниттора. Здесь два параметра. Пока рассматривается так. Пока рассматривается два параметра. Undo Management. Здесь вы можете сказать, что оно manual, то есть ручное управление, или auto, автоматическое управление. Для Undo Management задается автоматическое управление, auto или manual. А вот здесь Undo Table Space вы указываете то единственное табличное пространство, которое в данный момент будет пространством Undo. Вот здесь сказано. Выделяет одно табличное пространство Undo. По сути, вот здесь он в этом параметре прописывает имя активного табличного пространства. Создается, по крайней мере, одно табличное пространство Undo. Ну вот файл параметров инициализации, значит, и не тора, или sp-файл. Ну вот здесь написано то, что я сказал. Undo Management устанавливает системный режим, или auto, или menu. А Undo Table Space задает имя. Ну вот пример. Это запишите, по-моему, в лабораторках там будет изменение. Вы будете и не тора изменять. Создание табличного пространства типа Undo. Ну вот можно при помощи команды Create Database. Create Database. Вот это имя базы данных. Вот среди списка параметров пишите, что Undo Table Space. Табличное пространство Undo имеет имя Undo1. Вот здесь и состоит из одного файла Undo1DB01DBF. Начальный размер 20 МБ и авторасширяемый AutoExtendOn. Видите, параметры авторасширяемого здесь не указываются. Это при создании. А можете потом создать уже командой Create UndoTableSpace. UndoTableSpace, имя табличного пространства, и DataFile. DataFile. Когда мы говорили про временное табличное пространство, там было TempFile. Помните, да? А Undo, табличное пространство, тоже DataFile, так же, как и обычное табличное пространство. Но можете авторасширяемый указывать. Вот этот параметр можно и здесь писать. Нам вот эта команда будет нужна в лабораторках. Переизменения. Изменения в табличном пространстве. Ну, вот здесь добавление файла данных. Add. Добавление файла данных. Значит, AlterTableSpace. Имя изменяемого табличного пространства. Add.DataFile. Добавляем файл. Начальный размер 30 мегабайт. Авторасширяемый. Можете удалить файл данных. DropDataFile. Можете изменить параметры. ModifyDataFile. Параметры разные здесь бывают. Теперь переключение. Я говорил, что табличных пространств может быть несколько, но активное только одно. Вот переключение табличного пространства. Переключение с одного табличного пространства на другое. Ну, вот команда переключения. Динамически по команде AlterSystem. Динамически, значит, без остановки базы данных. Динамически. AlterSystem. Устанавливаем UndoTableSpace. Вот новое активное табличное пространство. То пространство временно живет. То есть мы переключаем, но вот оно остается. Да, да, да. Ну, как бы его нельзя будет удалить, пока там все не закончится. Следить за ним нужно? Ну, вообще, что? Ну, вот мы переключились. А, мы его самому удалять. Удалять самому. Удалять все на команды. Там, DropTableSpace. И вам, если оно еще там не закончились процессы, будет вытано сообщение, что оно активно. Но вся запись новая пойдет уже в новое табличное пространство. Ну, вот Drop, да. Вот DropTableSpace. Удаление табличного пространства. Ну, обычная команда DropTableSpace. Может быть, удалено только если оно не используется экземпляром. Ну, вот видите, вот здесь сказано. Чтобы удалить табличное пространство, надо переключиться на новое табличное пространство, Undo, и удалить табличное пространство после завершения всех текущих транзакций. Только когда оно будет уже никому не нужно, вы можете удалить старое табличное пространство. Теперь вот два, еще два параметра. Есть тоже параметры файла инициализации и SP-файла. UndoSuppressErrors. Вот такое. Подавление ошибок пространства Undo. Ситуация такая рассматривается. Вы работаете в режиме автоматического управления табличными пространствами. Режим Auto выставлен у вас. И при этом вы пытаетесь вручную что-то изменить. Что-то изменить, как-то поуправлять вручную. Если у вас UndoSuppressErrors установлен в true, то ошибки будут подавляться. Не будет выводиться сообщение об ошибках. Просто не будет даваться разрешение на выполнение таких операций. А генерация ошибок производиться не будет. И вот еще один параметр UndoRetention. Вот такой параметр определяет, сколько времени надо удерживать старые данные в пространстве UndoRetention. Управляет объемом, удерживая информация отката, необходимой для обеспечения целостности чтения. Теперь вот статистические данные об информации отката. Вот есть такое представление В, доллар, анду, стат. В, доллар, анду, стат. Вот такое представление. Там хранится информация об измененных блоках. Об измененных блоках табличного пространства Undo. Это момент начала набора статистики. Это момент начала набора статистики. Это момент окончания набора статистики. Ну, давайте вот почитаем. 22 января. 13.43.04. 13.44.18. То есть, сколько здесь минут прошло? Одна минута, да? Одна минута. 19 измененных блоков было в одну пространство. Дальше с 13.30... Надо было снизу только читать, наверное. Вот отсюда начинается. 12.23.04. Начало. 12.33.04. 10 минут. За эти 10 минут было изменено 1075 блоков. Теперь 12.33.04. 12.43. Вот изменено 1500 блоков. Следующая десятка минут. Изменено 1400 блоков. Ну и так далее, да? Вот это статистика. Значит, используя эту статистику, можно рассчитать объем табличного пространства Undo. Это как бы скорость изменения блоков. Скорость изменения блоков. Сколько блоков изменено. Сейчас там на следующей странице будет формула для расчета, которой вы можете пользоваться. Ее можно запрограммировать, можно представление сделать, запрос написать для расчета необходимого объема табличного пространства. Но на основе вот этих данных, тем не менее, V, Undo, Stad. Вот такое представление. V, доллар, Undo, Stad. Для определения необходимого размера табличного пространства Undo требуется параметр UR, Undo Retention. Значит, удержание информации, отката в секундах. Параметр Инитора. УПС – число блоков данных отката, генерируемых в секунду. Число блоков данных отката, генерируемых в секунду. Параметр DBS нас интересует. Размер блока Оракла. Ну вот здесь простенькая формула для расчета. DBS – это размер блока Оракла. ДБС умножается на число блоков данных отката в секунду. И умножается на время удержания. На УР. На время удержания. На Undo Retention. Размер блока на количество блоков данных отката, генерируемых в секунду. И умножить на УР. Вот получается размер. Ну и небольшая добавочка здесь. Размер блока на 24. Она ни на что не сказывается. А вот, значит, число блоков данных отката, генерируемых в секунду. Оно определяется вот из этой таблицы. Ну вот смотрите. Значит, вот здесь, в нижней строчке. За 10 минут сгенерировано 1075 блоков. Значит, сколько будет за секунду сгенерировано? 1075 надо разделить на 60, получите. Значит, обычно вычисляется несколько значений, потом усредняется. Ну, по крайней мере, формула вот такая. Квоты на использование текущего табличного пространства. Если длинные транзакции идут, это неверное программирование. Нельзя писать программы, которые используют длинные транзакции. Длинную транзакцию написали, вам потребуется большой undo retention. Потребуется большой undo retention, это, соответственно, приведет к резкому увеличению undo пространства. Размера undo пространства. Поэтому, когда вы программируете или вы следите за программистами, пожалуйста, смотрите, чтобы они не писали очень длинные транзакции. Лучше несколько маленьких написать транзакций. Можно задавать квоты на табличное пространство. То есть, когда вы создаете учетную запись, вы можете указать квоту. Максимальное количество пространства на пользователя. Тогда получится, что когда группа превышает лимит, новые транзакции для группы уже будут невозможны. Вам придется подождать тогда, если вы превысили свою квоту. Новые транзакции для группы невозможны, пока текущая транзакция не закончится нормально или аварийно. Выделяется допустимый объем табличного пространства undo. Это администратор тоже делает. Все администраторы могут быть объединены в группы, и на группу выделяется размер пространства. Вот видите, есть такая директива, undo pool на группу распределяет квоту. Чтобы проще было администрировать. Теперь получение информации об undo-сегментах. Вот здесь список, где есть информация про undo-сегменты. Debar rollback sex. Это информация обо всех сегментах пространства undo. Это имена сегментов, roll name. Дальше статистика использования rollback сегментов. Но это как бы в том случае используется, если мы работаем с табличным пространством system в качестве undo-пространства. Undustat я вам показал. Undustat это вот эта информация из undustat. Ну и частично, уже немного, есть информация по undo-сегментам, V-dollar session и V-dollar transaction. В V-dollar transaction есть информация о транзакциях, и, соответственно, о сегменте, который данная транзакция использует. Северо-западный, заочный, государственный технический университет объявляет набор на курсы Oracle Academy. У нас вы приобретете знания и навыки для работы с одним из важнейших корпоративных инструментов в современных организациях – СУБД Oracle. Усовершенствуйте знания программы для более полного использования ее возможностей. Подготовитесь к сдаче сертификационных экзаменов для получения сертификата международного образца. Продолжительность курсов – 40-60 часов. Для всех студентов действуют скидки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова